Привет всем! Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня у нас вторая часть новинок косметики. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Итак, первый продукт это шампунь для волос Клеона серия Белый Рис. Во-первых, хочу отметить, что этот шампунь из магазина органической косметики натуральной, то есть он имеет натуральный состав. Срок годности этого шампуня очень маленький. Вот я вижу, что 24.07.17 уже заканчивается срок годности, то есть всего 9 месяцев. Шампунь для всех типов волос, для чувствительной кожи, для людей с повышенной чувствительностью к запахам. Не вызывает раздражения, мягко очищает волосы и кожу головы, придает волосам блеск и объем. Здесь 250 мл. Очень удобный у него флакон, вот такая вот крышечка. Очень удобно, я люблю такие крышки. Продукт сам по себе очень жидкий. Он хорошо пенится, хорошо отмывает голову. Обычно я мою голову два раза, но с использованием этого шампуня я начала голову мыть один раз. Мне очень понравился эффект. Единственный минус отмечу, то что этот шампунь нужно обязательно использовать либо с кондиционером, либо с бальзамом, либо после него делать какую-то маску. Потому что волосы после этого шампуня очень жесткие становятся и они очень сильно электризуются. Что зимой и весной, пока мы ходим в пуховиках, в куртках очень неудобно, потому что волосы стоят дыбом и ко всему прилипают. Но в остальном шампунь классный. Почему я решила его приобрести? У меня была такая проблема, то что начала чесаться голова. Очень сильно высохла кожа головы и от этого появился зуд и соответственно отшелушивалась кожа и была перхоть. Вот я решила попробовать и заменила свой обычный химический шампунь на натуральный. Думаю не прогадала, потому что зуд прошел и кожа головы вылечилась. Поэтому мне эта серия очень понравилась. Далее идет средство также для волос. Это кондиционер Мико. Кондиционер восстанавливающий Иланг-Иланг. Здесь состав более натуральный, чем в шампуне. Если в шампуне, сейчас даже я вам зачитаю состав, я забыла зачитать. Вода очищенная. Кокамфоацетат натрия и так далее. Дальше идут всякие химия, химия, химия. Экстракт риса, глицерин, глицерин, лимонная кислота, биозол, цитрат натрия, масло жужоба и алантаин. И есть вертепоказания, индивидуальная непереносимость компонентов. Читаем состав кондиционера. Здесь состав артезианская вода, воск Нима, инулин, пшеничный протеин, растительный глицерин, масло брокколи, жимолости экстракт, молочная кислота, цитиловый спирт, эфирные масла иланга иланга, лаванды, ветиверы, мирры, экстракты маклеи, аира, лопуха, лимона, чабреца, шалфея и экстракт эклипты. Средство бомбезное, в стеклянной таре, очень удобный у него дозатор, помпа такая, ну, дозатор, да. Минус аромат, но для меня это даже не минус, потому что аромат мне понравился. Просто люди, которые сталкивались с этим кондиционером, ну, так скажем, гости в нашем доме, после того, как я выходила из ванны и вот стоял этот аромат кондиционера, отзывы и реакция была у всех разная. Потому что кто-то говорил, вау, какой аромат, кто-то говорил, фу, чем это воняет. Вот, я отношусь к первой категории, которая скажет, вау, какой аромат. Аромат на самом деле такой травянистый, он такой очень активный. И трава это не просто такая вот привычная одушка, да, травянистая, а именно такой жесткий запах Иланг-Иланга, прям чувствуется. Если взять эфирное масло Иланг-Иланга и близко его прям понюхать, послушать вернее, то будет такой же аромат. Вот, кондиционер работает прекрасно. Я его наносила даже на кожу головы, потому что, как я уже говорила, у меня была сухость на коже головы. И вот как раз-таки, мне кажется, кондиционер мне и помог. То есть шампунь вымывал, и дальше кондиционером я питала кожу головы. И она, как ни странно, кожа головы становится такая увлажненная, но объем от этого не теряется. Вот, поэтому мне это средство понравилось. Вообще, средствами для волос, именно натуральными, я пользовалась впервые. Обычно до этого я использовала какие-нибудь химозные шампуни. Вот. А здесь прям полоснентральный состав, и, в принципе, я вообще не огорчилась, не разочаровалась. И думаю, что буду теперь чередовать химозные шампуни и натуральную косметику. Так что вот, Мико, кондиционер Иланг-Иланг. Продолжу тему волос. Следующий у меня идет маска для интенсивного увлажнения волос. Фаберлик Эксперт Дип Аква. Технология глубокая гидротация. Напишено, что маска возвращает волосам мягкость и блеск без утяжеления. Вот такая вот бирюзово-голубая баночка. Здесь 200 мл. Расход маски довольно-таки экономичный. Ее хватает надолго. Хочется отметить очень приятный аромат от этой маски. Она такая густая, довольно-таки цвет у нее приятный. Ее нужно держать недолго, что тоже очень радует. Это экономит время. Одна-две минуты на влажные волосы. Ну, получается, что моем волосы, шампунем, затем наносим маску, слегка выжимаем изначально волосы, да, без плотенца, просто руками можно отжать. Дальше наносим эту маску и держим 2 минуты. Смываем. Все. Эффект классный, мне понравился. После нее волосы мягкие. Не скажу, что она прям сильно такой блеск дает. Просто волосы становятся более живые. Они мягкие, легко расчесываются. Продолжу также продуктом от Фаберлик. Это у нас бальзам для губ, бьюти-кафе и штрудель с мороженым аромат. Бальзам покупала для того, чтобы использовать его как прозрачный блеск. Я не хотела от него никакого суперпитания, суперувлажнения или восстановления потрескавшихся губ и так далее. Для этого я использую другие средства, о которых говорила в видео про мои помады. Переходите по ссылке внизу, посмотрите обязательно там. Ну, возможно, найдете для себя что-то полезное. Этот бальзам меня порадовал своим ароматом. Он действительно очень приятно пахнет. И аромат довольно-таки долго держится на губах. Даже после того, как бальзам уже съедается, вот эта увлажненность и, видимо, какие-то, может, масла, не знаю, отдушка, она остается еще на губах. Очень приятно. Вкуса вообще никакого не имеет бальзам. Нейтральный. Покажу вам тушь, также от Фаберлик, Экспресс Волюм Маскара. Вообще тушь мне посоветовала консультант. Ну, вообще она говорила, что тушь должна удлинять и придавать объем, что-то типа два в одном. И имеет такую не силиконовую даже, а просто пластмассовую кисточку, если можно ее так назвать. Тушь мне совершенно не понравилась. Она не придает объема, не удлиняет. В общем, ни того, ни другого. И я вообще не поняла эту тушь, честно говоря. Она еще осыпается, если ее долго носить. Обычно я наношу макияж утром и смываю вечером, как и большинство, наверное, девушек. И к вечеру она начинает осыпаться. Склеивает ресницы. Щеточка у нее вообще какая-то бездарная, если честно. Потому что она не разделяет ресницы, а наоборот их склеивает в один хороший пучок. И получается, что ресницы похожи на лапки паука. Какие-то такие мега-драма-эффект. Вот она у меня уже лежит, наверное, где-то месяц. Пока не подсохла. Но, честно говоря, рука даже к ней не тянется. Посмотрим. Возможно, не знаю, даже никому отдавать не хочу. Потому что, ну, дурацкое средство на самом деле. В общем, не покупайте траты денег. Напишите в комментариях, пожалуйста. Может, кому-то она действительно понравилась. Но что-то я от нее вообще никакого кайфа не получила. Дальше покажу вам такую прикольную маску для лица. Это фирма Organic World. Комплимент. Маска для лица, питания и омоложения на основе масла авокадо и экстракта клубники. Маска наносится на чистую кожу на 5-10 минут. Огромный плюс – это ее аромат. Пахнет обалденно. Это, наверное, запах какой-то вот жвачки, какой-то конфетки, карамельки. Обалденный запах. И цвет самой маски очень приятный, такой зеленоватый. Вот. Я ее использовала пока один раз. Но даже после вот единовременного использования я заметила, что действительно кожа на лице стала более увлажненной. И сухие участки, которые у меня были прям с шелушинками, они как-то запечатались. И, в общем-то, в день нанесения этой маски мое лицо выглядело хорошо. Ну, на следующий день, естественно, уже эффект прошел. И я думаю, что чем чаще, тем лучше. Вот. Мне эта маска понравилась. Повторять я ее не буду. Закончу этот тюбик и потом уже посмотрю что-то новенькое. Ну, написано, что она якобы без химии, без парабенов и силиконов. Ну, силиконистость немножко ощущается на лице. То есть, реально как бы маска. Не скажу, что она прям супер впитывается. Но запечатывается шелушинки, это точно. И завершаю сегодняшнее видео вот такими очищающими полосками для носа. Я, к сожалению, уже выкинула коробочку. Ну, в принципе, она выглядела вот точно так же. Это фирма Пропеллер. Указано было, что это новинка. И сами полоски черного цвета, они при использовании напоминают черную маску, которая очень популярна в Инстаграм и вообще по интернету. Такая нашумевшая черная маска. Когда вы ее наносите, она застывает. И потом отдираете эту маску прям с кусочками жира с носа, с кожей и так далее. Такими пупырышками, точечками. Вот примерно такой же эффект дают вот эти полоски. Естественно, обязательно нужно носик распарить, потому что если вы просто умойтесь, затем на влажное лицо, ну, на влажный нос нанесете эту полоску, эффект будет не очень. Поэтому советую сначала распариться, либо сходить там в баню, в сауну. И после этого уже обязательно на влажную кожу, чистую влажную кожу, нанести полоску. Держать ее следует 15-20 минут, следуя по инструкции. Но мне хватило 10 минут, потому что она очень быстро впитала всю влагу с кожи и застыла. Дальше уже ее носить стало мне очень некомфортно. Какое-то прям стянутость я ощущала и такую сильную сухость. Поэтому я удалила эту полоску. В принципе, эффект мне понравился, потому что я на самой полоске прям увидела вот эти пупырышки, выдержанное сало с кожи. Вот, ну, полосочки прикольные. И на этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, я вам что-то новенькое показала, то, что вы еще не пробовали, не видели. Пожалуйста, поддержите меня лайками, если вам это видео понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления. И до встречи в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok